всем доброе утро готовим мы решили на завтрак приготовить блины вот прошли нас разбудили ребята стоим в Дании и спрашивают а вы до понедельника стоите а мы встали в субботу с утра тут же в Дании как вы знаете многие из вас знают нельзя стоять 45 часов везде на парковках знаки максимум 25 часов но мы спросили у менеджера раз что нам делать еще ехали в Дании стоим 45 нам говорят нет типа у вас 45 во вторник но я так понял что что-то там неправильно подсчитали потому что ну если у нас во вторник 45 мы стоим сейчас 45 потом во вторник мы могли стоять сейчас суточный типа переехать там 30 километров и стать еще суточный но это было бы наверное неправильно мы посчитали позвонили менеджеру объяснили нам говорят да 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 типа стоим в Дании пробуем рискуем если что говорит фирма заплатит штраф здесь нельзя стоять 45 так вот ребята подбегали спрашивали сколько мы стоим говорит уже разбудили весь паркинг говорит все стоят до понедельника ну и мы стоим до понедельника и вот решили приготовить блинчики разбиваем наши яички размешиваем алена с вами у нас шахповар по блинам потом пожарим от белнушечки наверное к нашим блинчикам сливочным чесночным соусом как хочется домашней еды как у бабушки в деревне замешали все и первый блинчик у нас пошел по из дома взяли варенье молочко как в детстве переворачиваем наш блинчик но если первый блин получился то уже все тесто замешано хорошо контейнеры из-под мороженого что я рассказывал в прошлом видео мороженое уничтожили два контейнера но это такие еще на пол килограмма есть контейнеры мороженое по килограмму там вообще здоровый глубокий такие да удобно вот мясо отбили замариновали там или даже не отбили кусками порезали замариновали положили в холодильник классно пускай больше такой румяненький был ребята наш мусорное ведро стоит с крышкой для унитаза то есть если какие-то экстренные моменты там то есть можно даже будет сила и мусорные пакеты по два и если экстренно что-то то можно будет сходить там туалет тем более мы ездим женой для девушки я считаю мы купили купили такое ведро большинстве своем случае мы возьмем мусор но все вы знаете что могут быть экстренные у нас моменты экстренно стали в пробку экстренно скрутил живот и экстренно за шторы или шторы и сходили нормально в туалет выкинули в мешок потом и все погода вода не меняется просто со скоростью звука только что вот этому жарим 30 блин только что было солнце уже опять тучи и сейчас она пойдет опять дождь почему мы готовим в кабине открыли люк приоткрыли наши эти окна и готовим потому что в дальней погода меняется в основном идут дожди вот уже со второй день стоим и процентов 80 у нас дождя блинчики у нас жарится сорвали нам ребята сорок пятку пришло у нас замена планирования сейчас не знаю чем вертека это руководствуется но мы в шоке планирование у нас идет сорок пятка нам уже на сегодня скидывают на 6 часов замена полуприцепа а всем но мы во первых это же не доедем к семье на выгрузку первую и 8 2 выгрузка но но мы звоним дежурному говорим у нас типа идет по плану 45 45 часов отдыха мы стоим да не типа у нас должна быть понедельник понедельника на вторник сорок пятка начаться говорит нам короче цепляем прицеп коллеги ему достать на суточные едем разгружаем его прицеп привозим ему обратно пустой забираем свой полный и едем со своим полным такого нас цирка ни разу не было нам срывают сорок пятку у нас через день пока идет отдых блин от 24 до 28 30 часов и мы не можем выстоять сорок пятку никак ну опять вот ну получается мы работаем сегодня открываемся в понедельник мы закрываемся и в понедельник мы опять должны стать на 45 по новому такая работа нам нравится успеваешь и выспаться и приготовить и полежать и отдохнуть все ребят последний наш блинчик он целый контейнер с горой получился дожариваем блинчик переходим к отбивнушечка переходим к отбивным мариновали мы два дня их наливаем в лучке в чесночке блинчики пожарили дожариваем наши девушки тоже получится у нас почти целый контейнер потом финишный стрих нашего блюда это будет яички чтобы блинчики можно было макать туда и все и потом идем в полет и начнем потихоньку уже собираться заполнить акты перецепа как я говорил вам в прошлом видео у нас много перецепа вот сегодня например будет 2 это мы свой прицеп расцепляем отдаем ребятам берем их прицепа потом с этими актами обратно приезжаем заполняем новые акты на обратно на свой прицеп 100 километраж и едем разрушаться сегодня у нас работа такая не бей лежачего просто прокатиться километров так сумме получится наверное 260 наверное все сутки рабочие и обратно мы будем стоять на 45 нам приятного аппетита будем мы кушать и ходим в туалет умоемся заполним акты перецепа и будем ждать коллег чтобы перецепиться едем заниматься хернёй целый день короче будем мы ухты блять ребят все выехали мы на разгрузку две разгрузку нас прицеплялись с парнишкой там я когда устраивался он тоже устраивался как раз так совпало что у них тоже парный экипаж я растушите а вам не давали продажную машину загнать да давали блять там тоже переругались послали на хрен и вообще выгнали получается одну машину съездили за продажный забрали продажную им сказали тоже ехать на италию из бокса там они говорят послали мы нахер сказали мы если что поедем домой и отправили их на одной машине поэтому целый раз тоже продажная машина мы знать больше не будем с такой геморрой и тоже им одна машина пускай едет на швецию 2 на италию а потом когда нибудь как нибудь в этом месте объединитесь и будете работать парном экипаже дальше поэтому никуда мы сейчас не едем просто если что поедем домой до тех пор пока будет машина для парного экипажа конкретно грузить дома сейчас будет работа такая по лайту разгружаем первую выгрузку двух километров находится вторая выгрузка выгружаемся едем обратно отдаем им пустой прицеп забираем свой груженый нам там до выгрузки 130 по моему было километров ночуем там утром в часа наверно четыре добавить на 66 выгрузка так 4 не спеша поедем на фирму там фирма с душем нормально ходим у душ там хороший душ по отзывам пишут туалет поедем туда разгрузимся и становимся опять на 45 стояли почти 45 вот гердека я не знаю за руководство гердеки тролли посмотрите кого-нибудь точно уволит потому что так срывать такие паузы разбил она вот машина не просто разбивают рабочую неделю можно сказать так понедельник мы станем только в среду мы сможем ехать они дай бог там будет груз обычный там без температуры и нам придется ехать через германию через германию запреты нам опять суточный сделаем ну непонятно как работает система у них планировали просто бред сумасшедшего что ребята у нас все смена продолжается не смена оказалась просто смена на расслабоне оказалась смена просто от короче вчера поехали мы помогать разрушать эту машину коллегам приехали на первую выгрузку нас выгрузили там за пять минут ну блин хорошо на вторую поедем приезжаем на вторую никого нет закрыта давай мы короче звонить дежурному менеджеру по рыбе звоним дежурному менеджеру он нам говорит типа что у вас же зерно какое зерно у нас рыба мы там перецепились там туда-сюда да хорошо говорит сейчас сижусь подождите я говорю сколько ждать подождите часик стоим часик проходит часик опять звоню в мониторинг здрасте дежурный менеджер по рыбе какая рыба у вас зерно я говорю какое зерно у нас рыба сейчас сейчас свяжу связывают опять веру что там по нам слышно что он вообще делать не делать а что у вас опять как будто каждый раз как первый раз а что у вас у нас такая ситуация мы там перецепились помогали коллегам на разгрузить их прицеп забрать поехать свой прицеп у нас там cmer ки остались их сейчас я буду писать клиенту подождите сколько ждать полчаса проходит час опять звоним мониторинг алё здрасте нам надо дежурный по рыбе какая рыба у вас зерно какое зерно у нас рыба и вот это как он шлах какой-то просто в итоге звание дозванивайся дежурным суши мы тут стоим уже четыре часа без туалета все закрыто на ну что делать подождите полчаса короче через полчаса раз русская будет работать только шести утра трогаемся обратно на стоянку думаем поедем и дадим хотя бы сам вертышу мало ли там что-то не будем успевать чтобы не было такого что у нас стали цемерки другого приходит на другого груза цемерки выезжаем едьте на термо транзит приходит сообщение вас там разгрузит обратно приезжаем все бах-бах дают рампу начинают разгружать хуяк загружают обратно говорят всем у вас не будем разгружать опять дежурного пары ли здрасте здрасте нас поставили под рампу не выгружают начали выгружать потом загрузили к рампа говорим номер рампы все баха выгружают выгрузили едем за своим прицепом поспали два часа наверно там поехали на выгрузку на выгрузку приехали к все хорошо выгрузились на своей выгрузки сходили в душ на фирме очень хороший душ был туалет сходили в душ поехали на паркинг на паркинг приезжаем звоним менеджеру у нас осталось пять часов общего времени мы вставать на 45 часов уже а вчера таха показывала что через 30 часов на 45 часов вставать у вас не 45 часов у вас горит сорок пятка только 7 числа тебя будет моё моё ну ладно 7 так 7 хорошо дело встаем на девятку туда или что пока не закрывайся я позвоню остается час час пятьдесят или сколько или час 30 сейчас 30 остается приходит сообщение едем на загрузку посадить какая динамика хорошо приезжаем сюда на эту фирму в дании на загрузку бегали бегали хорошо что парнишка есть русскоговорящий датчанин выучил русский язык хорошо и пообщались на вашу машину вообще нет никакой загрузки и никакого референса не подходит ничего в общем осталось нас времени вот 30 минут осталось времени из 21 часа знаю стоим походу мы здесь будем ночевать загрузка дали на италию до италии нам 1741 вот не знаю что будет и всем по барабану опять написал вот написал полчаса назад что не подходит референс там тут нету загрузок на италию сказали время заканчивается врушеном делать всем похуй абсолютно стоим ждем до встречи в новом ролике кому понравился видос лайк подписка всем пока